здравствуйте мои дорогие 24 сентября хорошая погода 23 градуса тепла я три раза уже искупался холодной воде температура днем ночью разная ночью опускалась до плюс 5 и вот я слушаю головоломку покрывали кайфую загораю вторая книга головоломки с лишним часть значит говоришь с детства дрочунья и сейчас когда настал похожий момент решила проучить плохих парней проверенным способом по мимике джокера трудно было прочесть остался ли он удовлетворен ответом или по-прежнему не верит ну как то так кивнул я когда не знаешь как поступить делать то что у тебя хорошо получается джокер тоже откинулся на спинку кресла затем скрестив на груди руки прищурился и все-таки в чем подвох да не в чем все будет честно кто чему научиться за месяц тот то и продемонстрирует ответил я но положим честно в случае не будет ибо еще кто-то из древних мудрецов подметил что из двух спорящих всегда один глупец а другой подлец первый не понимает в чем заблуждается а второй знает наверняка но бессовестно пользуется ситуацией интересное наблюдение улыбнулся я а лично вы себя кому причисляете время покажет пожал плечами джокер следует ли данный ответ расценивать как согласие на участие в паре деловито уточнил я нет пока еще не следует прервал зарождающийся во мне радость собеседник проклятие что тебе опять не так сволочь раздраженно прорычал гомодрил если не ошибаюсь образ этого плащеносного павиана возникает на стыке проявления чувств раздражительности и агрессии но нет поддаваться влиянию родственнику бабуина сейчас распоследнее дело мне нравится ваши обнадеживающие пока заигрывающий отозвался я затем изобразил на физиономии легкое недоумение поинтересовался но что конкретно вас смущает но тром чую что у тебя есть какая-то тайна упрямо заявил прозорливый джокер блин да что же за крепкий орешек такой попался а у кого их нет как можно более беззаботным тоном отмахнулся я и невинно похлопал ресничками видишь ли малышка очень противоречивые чувства переполняют меня а знал бы ты какие противоречивые чувства меня переполняют подумал я с одной стороны некоторые члены клана в том числе и я затаили на тебя жгучую обиду но с другой мне весьма импонирует коэффициент 10 признал сатаман разбойников и настолько сильно импонирует что я готов закрыть глаза на все имеющиеся на твой счет претензии с подозрениями и рискнуть поставить на темную лошадку но слава богу беснующаяся обезьяна загнана в клетку вернее поставить против темной лошадки растянув губы поправил я можно и так выразиться с кривой смешкой согласился джокер то есть все таки говорите да замер я с выжидательной миной не торопись голубушка да что ж такое то все зависит от суммы которую ты сможешь противопоставить моей обеспечивая заявленное тобой десятикратное превосходство не скрою наш клан остро нуждается финансовых влияниях и поэтому я непременно скажу да если сумма меня устроит а иначе сама понимаешь даже затеваться не стоит куда проще будет наказать тебя в назидание другим да и благополучно забыть нежели тратить драгоценное время на бесперспективный проект понимаю ну и отлично коли так я весь во внимании давай поведай насколько ты дорогая девочка теоретически как хуман весьма обеспеченный я в состоянии поставить на кон хоть тысячу долларов хоть десять тысяч хоть сто или даже миллион но во-первых прямой способ обогащения персонажа посредством доната для меня категорически противопоказан во вторых ввести наличку в игру по кривой тропинке тоже не получится пока не свяжусь с друзьями а может наоборот вы озвучите на какую цифру претендуете а я прикину смогу или нет достойно ответить хорошо кинул джокер мой интерес к мероприятию не утратится при ставке ну скажем порядка тридцати сорока тысяч золотых а я получается в случае проигрыша обязана буду выложить 300 400 тысяч ничего себе аппетиты оказательно ахнул я хотя если по курсу то это вовсе и не такая уж толстая пачка вечно зеленых но как и когда стади сейфа и засунуть сюда ну честно говоря сейчас у меня с деньжатами туговато виновата начал я но больше только через месяц за месяц с твоим левелом все равно не набить столько перебил джокер зато могу занять в долг или найти спонсора возразил я спонсора брезгливо хмыкнул собеседник еще бы сутенера сказала вот кстати тебе полезная подсказка на будущее как можно неплохо в игре подзаработать хотя 400 кусков даже для ночной бабочки многовато не придирайтесь к словам мецената инвестора продюсера какая разница как назвать человека согласившегося вложить в тебя средства главное я обязательно такого найду я же чертовски коммуникабельно еще меня харизма хорошо прокачана и уже есть на примете пара кандидатур отчаянно затороторил я нет такой ответ меня не устраивает разочарованно развел руками джокер и поднялся на ноги чтобы уходить эх жаль что я в тебе ошибся погодите а если 250 тысяч ухватил я мужчину за пиджак нет все наш разговор окончен отрезал главарь бандитов высвобождая рукав и взглянул на часы даю тебе час иммунитета на то чтобы спрятаться потом натравливаю своих охотников но прислушайся к доброму совету лучше сразу заводи нового персонажа обещаю спокойного житья не дадим вот так значит как мы заговорили ладно настала моя очередь удивлять вы меня не совсем правильно поняли уважаемый я имею искушение пополнить за счет вашего клана свои активы не на каких-то жалких 30 40 тысяч она четверть миллиона золотых алчный засранец получил по больному месту и напряг слух видать и впрямь у джокеров сильный дефицит в казне вам не послышалось я ставлю на свою победу два с половиной миллиона но только сомневаюсь потянет ли такую ношу ваше сообщество ну а что другого выхода все равно нет раз уж обещать золотую гору то лишние метр два от ее высоты на погоду не шибко повлияют так у тебя же нет такой суммы напомнил командир клана имени себя в мирах бессмертных нет но в реале то есть но и заливай а я вдруг подумала зачем же терять проценты на цифровку денег а потом при выводе обратно если все можно решить без посредников то есть предлагаешь финансовую составляющую нашей сделки вынести за пределы виртуального пространства так точно не вижу смысла в лишней суете я ведь собираюсь всю выигрышную сумму вводить в игру так что издержек на конвертацию все равно не избежать да но в случае выноса бухгалтерии за границу данного измерения мы оба получим непризрачные гарантии а нотариально заверенное обязательство того что выплата будет произведена джокер поморщился не хотя усился на покинутое было место за столом а я быстренько подлил масло в огонь возможно вы сейчас скажете что поручительство некоторых уважаемых персонажей и виртбанков тоже не пустой звук спорить не буду для тех кто здесь всерьез и надолго вероятно так оно и есть вот только я тут без году неделя и пока еще нахожусь на стадии определения оставаться на сервере или нет поэтому любые местные существа и организации для меня пока обладает лишь эфемерным авторитетом лука ведь не стану есть в этой нарисованной вселенной кое-что что меня удерживает сентиментальное чувство личного характера по той же самой причине я до сих пор не решаюсь на реролл джокер вопросительно приподнял бровь требуя подробности но я конечно же их ему не предоставил ограничившись расплывчатыми намеками ник головоломка мне дорог как память кроме того гейм версия современной земли привлекает не избитой тематикой миры меча и магии многим поднадоели а тут такое оригинальное решение однако у всего есть лимит и когда речь заходит о семизначных числах я начинаю задвигать сердце щипательную лирику на задний план и помышлять о том а не послать бы мне все к чертям и начать приключения с чистого листа как ни старался джокер демонстрировать невозмутимый вид но краткий миг опасения упустить почти уже схваченный куш я уловил отлично тогда добиваем короче поднимаю ставку до трех миллионов золотых сколько это в долларах сами посчитайте но сумма тоже солидная и это потолок а мультиматур таков либо сделка будет осуществлена только через реал либо я пересоздаю персонажа и оде поставил я жирную точку в монологе очень сильно при этом надеясь что слушатель поверит в блеф насчет рерола что аж с сопением выдохнул мужчина не представляю ради какой сердце щипательной истории можно сорить такими деньжищами но я согласен только у меня тоже пара условий говорите никаких нотариусов адвокатов и прочих проходимцев с юридическим образованием с некоторых пор не доверяю я их конторам да и светить абы перед кем персональными данными не собираюсь независимых разводящих из криминальных структур тоже звать нет ни резона нежелания ясно но тогда каким образом мы оформим нашу сделку скрепим договор кровью поглянемся на библии или положим правой ладони на американскую конституцию связь вил я нет обойдемся без средневековых ритуалов религиозных суеверий и пиндосовских замашек усмехнулся джокер нашу высокотехнологичную эру такие вопросы можно решать более цивилизованными способами очень интересно есть такой популярный сайт на что спорим точка ком да ладно не поверил я такому везению у меня что сегодня день рождения и фея крестная по имени фортуна уже начала вручение подарков ну что ж вот и закончилась еще одна часть головоломки я загораю обалдею понимаю что уже сегодня либо завтра температура опустится и я даже вот это буду воспринимать все как какой-то сон все в этой жизни меняется фенержно и на две лета тоже заканчивается счастья удачи любви успеха и всего самого наилучшего до скорых встреч мои дорогие пока 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 пока